Всем привет! Меня зовут Камила. Сегодня покажу тебе, как слепить автобус-пожиратель. А вот и десятка зрителей, которые верно ответили в комментариях на мою задачку. В прошлом ролике было 6 хаги-ваги-зомби. В этот раз предлагаю вам посчитать, сколько раз Томас-паук появится в этом видео, с самого начала и до конца. И возможно в следующем ролике именно твой комментарий войдет в десятку правильных ответов. Кто уже долгое время смотрит мой канал, знают, что я лепила множество разных персонажей в виде паука. Такого как Томас-паук, Картун-кэт-паук, Домоголовый, который тоже напоминает паука и многие другие персонажи. В этот раз вы увидите автобус с паучьими лапами, который относится к классу пожирателей и даже к SCP-объектам. Многие, возможно, еще не знакомы с таким монстром, но среди зрителей все равно найдется тот, кто слышал о таком существе. Так что напишите в комментарии слово пожиратель, посмотрим сколько вас. Монстр, которого я сейчас леплю, практически ничем не отличается от обычных транспортных средств. Хотя при более близком их осмотре становится ясно, что сталь, дерево, пластик и стекло являются специальной формой хитина. А жизненно важные органы, такие как сердце, мозг и желудок, находятся под полом салона. Взрослые пожиратели способны раскрыть свою крышу, как крылья, чтобы подняться в воздух. Это является обычным способом передвижения вне поиска жертв. Кроме того, колеса могут преобразовываться в длинные серые или черные паучьи ноги, а фары служат в качестве органов зрения. Монстры обычно гнездятся на заброшенных свалках и складах металлолома. Атакуют автобусы пожирателей в основном пассажиров транспорта, которые не заметили подвоха и зашли в салон. В основном монстры передвигаются по маршруту общественного транспорта и подбирают людей на остановках. Первый, кто зачастую попадает в салон, это водитель. Именно его тело пронзается волосоподобными придатками, которые вылезают из водительского кресла. Они служат питательными трубками и через них частично можно управлять жертвой. После набора значительного количества людей в салон, монстр выпускает хлороформа, подобное вещество, для выведения жертв из своего сознания. Это вся известная информация по этому пожирателю. И я буду продолжать лепить монстрика. А вы в свою очередь пишите свои идеи по лепке персонажей для следующего видео в комментарии. И не забудьте найти все спрятанные в видеорожицы Томаса Паука. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Всем, кто досмотрел это видео до конца, отдельное спасибо. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и не забывайте нажимать на колокольчик. Субтитры создавал DimaTorzok